Представляю вам участников первого поединка. Поец в синем углу октагона. Ему 22 года. Рост 1 метр 71 сантиметра, вес 65,3 килограмма. Из Ростова-на-Дону представляет клуб «Кавказ». Его базовый стиль – панкратион. И сегодня он дебютирует в профессиональном ММА. И сегодня у него также дебюл среди профессионалов – Валерий Васенко. Рефери в октагоне Гири Хан Шибилов. Легендарный, легендарный Гири Хан Шибилов. Наверное, можно добавить так. В общем-то, один из ключевых людей ингушского ММА. Главный тренер сразу по нескольким видам единоборств. Я бы подобрал слово «форматообразующий человек» для Ингушской Республики с точки зрения смешанных и не только единоборств. Все верно. Ну и замечательный человек. Поэтому прослезились, порадовались, что он сегодня здесь с нами. И давайте смотреть. Как необычно Воронков начинает этот поединок. Закручивает по окружности, за руку и постоянные движения корпусом. И очень необычная техника. Меня больше удивляют, честно говоря, опущенные руки Валерия Васенко. Но, с другой стороны, мы знаем много базовых, например, каратистов. Тем более, что про него, по-моему, сказали, что это среди рукопашного боя. А в рукопашном бое очень много базовых каратистов. Вот у них, да, действительно, они умеют за счет чувства дистанции контролировать происходящее и не прибегают к классическим боксерским высоким, высоко поднятым рукам. Ну, посмотрим, насколько это так, насколько это ошибка, насколько действительно его стиль. Видно, волнение все-таки берет свое. И чуть-чуть с этим больше справляется, как мне кажется, Валерий. Постоянно так поддавливая, контролируя. И, в принципе, его передвижение по канвасу будет более уверенным, нежели чем вот эти метания, скажем, со стороны Воронкова неплохо. Да, забирает он, безусловно, центр клетки. И сейчас мы видим, что в стиле скифской тактики, когда, ну, Родерглиф и расстреливает с безопасной дистанции работы Воронкова. Обменялись сейчас любезностями. Лоу-кик на боковой, но нет все равно пока акцентированного попадания. Это прощупывание у нас затягивается, в принципе, на почти полтора минуты. Сегодня будет достаточно длинный турнир, могли бы мы сказать. Но почему не скажем, потому что традиционно для лиги указанные выше 18 поединков сегодняшнего вечера, это не так много. Потому что вплоть до 30 поединков на лиге «Эссея Як-Иглс» традиционно бывает представлено. Здесь же турнир сейчас более скромный, но зато в довольно знаковом месте здесь, в Ростове. Да, многое мы увидели. Здесь чуть-чуть поактивничали в эпизодах парни. Продолжает работать лоу-киком Воронков, но очень много пропускает. И опасность постоянно гуляет вот здесь. Пошел вперед Васенко. Попытка в одну ногу пройти и тут же укладывает оппонента на конвас. Причем довольно выгодную позицию. Посмотрим, насколько он может сейчас развить и в пек. И болевой на ногу здесь прям бросится. Прямо скажем, не самый широко излучаемый вид приема. Здорово здесь работает, как освобождает руку и практически беспроблемно. Снизу попытка была сейчас провести рычаг лодки. Довольно очевидная попытка, поэтому не получилось. Но, в принципе, интересно. Это показывает, что пластмены умеют это делать. По крайней мере, знают об этом приеме. Мы перешагнули за середину первого раунда. И пока промежуточные итоги такие, что сверху у нас сейчас как раз располагается Валерий Васенко. И здесь он доминирует. И вот только сейчас, наверное, перестал бить. И на какой-то короткий срок отжимает локоть и опять летит в голову. Давай, давай, дальше, дальше, дальше. Да, вот так хорошо. Все, не в кашу, не в ладь. Да, получилось чуть-чуть улучшить позицию. Кто может расценить это так? Отсюда действительно у нас неудобно бить. Ну, вот, по-моему, забирает обратно гард. Или, по крайней мере, близок к этому сейчас Дарит Воронков. Освободиться достаточно для того, чтобы нанести акцентированную гард. И это у Васенко не получается. Еще и колено залетает в голову. Но видно, что потерзал сейчас Валерий Васенко своего оппонента. Не кажется ли? Да, соглашусь с вами, но вот Давиду, тем не менее, получилось сейчас стать. Поэтому определенное... Ну, не то, что авторитет он восстановил, но все-таки показал, что он готов конкурировать. Все равно очень опасно сейчас пропускал эти удары. Валерий явно то ли морально, то ли физически лучше готов. Но пока... Вот, еще одна двойка залетает. И заплясал, заплясал сейчас Воронков, но не пользуется этим Васенко и не идет вперед финишировать. Давай, 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 давай! Ну, да, в общем-то, многим ученикам дают тренеры команду зачастую не пытаться завершить досрочно, а именно поработать, получить опыт. Это очень важно для дебютантов. Очень здорово сейчас сработал, по крайней мере, в начале эпизода Давид Воронков. Однако перевод получился без контроля. Что? Подожди! Да, действительно, скорее всего, будет галочка в виде тейкдауна в судейских записках, но так много для победы это особенно не даст. Да, я думаю, даже, что все-таки больше нет, чем да. И опять размен возле... Ух ты! Как неожиданно падает сейчас Васенко! Да, интрига. Интрига вернулась в наш поединок. И 10 секунд до конца. Очень интересно. Отлично начинаем, скажу я вам. Я соглашусь. Действительно, молодые спортсмены, для которых это первый опыт, который может быть голоднее всех остальных сейчас до побед, до результатов. И вот довольно интересный первый раунд они сейчас показали. Ну что ж, давайте насладимся лучшими моментами и перейдем к раунду по номерам два. Музыка. 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 Подходит к концу. Пауза. И вот сейчас как раз парни готовы вступить в поединок. Второй раунд. Ну что ж, дорогие друзья, второй раунд этого интересного поединка дебютантов Давида Воронкова, представители Панкратиона и представители рукопашного боя Валерия Васенко. Васенко. Пытается вот эту закидуху оформить с правой. Вы знаете, у нее интересное название. Оно причем старое, боксерское. Идет еще с советских времен. Лопата. Да, вот этой лопатой глушить очень хотел, честно говоря, сейчас Валерия Васенко. Но не получилось. Здесь движется пока Воронков. Но видно, что чуть-чуть кондиции потихонечку просаживается. И размен какой в центре. Хороший жесткий джеб. А вот второй удар в серии не получился. Не попал он точно. Но в любом случае хорошая атака. Да, мне кажется, очень тяжело сейчас Воронкову в принципе. Вы знаете, есть ощущение, что Валерия Васенко, он как будто переученная левша. Я не утверждаю, конечно, что это так. Но у него очень хорошая передняя рука. Очень жесткая. Ух ты. Да, при рву у вас сейчас очень здорово. Вроде бы организовывался тейкдаун. И выворачивается здесь, казалось бы, но нет. Сверху оказывается все равно Валерий. Да, сам себя перехитрил немножко Воронков. Сначала пытался высидом зайти в бок. Перешел в не самое выгодное положение, схватив ногу. Там, казалось бы, можно было бы делать болевые на ноги. Или прокручиваться через пак. Но в итоге просто доминирующую позицию сверху занимает его оппонент. Поправил сейчас экипировку Гирихан Шубилов. И можно продолжать. Да, но мы видели, что были определенные атакующие действия. Снизу. То есть попытки выйти на рычаг локтя у представителя синего угла. Давида Воронкова в прошлом раунде. А сейчас. Видимо, чувствует, что так просто выйти на рычаг не получится. Но, с другой стороны, использует довольно атакующую позицию, которая называется Баттерклейгард. То есть, видите, у него носки вправлены под своего оппонента. Вот сейчас только что как раз одну ногу достал. Активен, активен действительно. Валерий сверху очень хорошо. Слева, справа набрасывает. И видно, что не на статистику бьет, а с целью досрочное завершение организовать. Учитывая, что мы приблизи к середине боя, а вот здесь потенциально. Шикарно. Шикарный треугольник взял сейчас представители Ростова-на-Дону. Ой-ой-ой. Скорее всего, будет сдача. Какая глубина приема. Все, все, пора останавливать. Блистательная победа. Шикарно, шикарно. Ну, нет слов. Действительно, проигрывая по ходу этот поединок, проигрывая по ходу этого поединка, Давид Воронков вот так вот здорово нашел все-таки для себя возможность для проведения удушающего приема. Фантастика. И сразу вспоминается кто-то из великих отцов семейства Грейси, который говорил, по-моему, Хойс Грейси говорил, что я видел людей, которые дерутся со сломанными руками и ногами, но чтобы кто-то боролся задушенным, такого я еще не встречал. Да, совершенно верно. Здесь Воронков видно, что проседал. Это вот, знаете, качество будущих чемпионов на самом деле. При минимуме возможности использовать максимум собственных способностей, которые у него вот действительно одна, наверное, выпала за последнее время. И он ее сделал на 100 из 100. Да, очень переживает сейчас его оппонент. Но это только начало. Победу удушающим приемом треугольник. Свою первую победу в первом профессиональном бою одержал Давид Баранко! Еще раз браво, Давид. Шикарная победа на характере. Да, наши поздравления и, конечно, пожелания его оппоненту Валерию Васенко, который сегодня также дебютировал, возвращаться с победами. Боец интересный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!